Эти перевозчики частные, они сопротивлялись, когда заходил этот федеральный, так сказать, оператор. Там пассажиры местные тоже, там чем-то были недовольны, я не знаю, хотя чем бы там недовольны, там автобусы все новые. И у них была вначале даже такие акции, как бесплатные проезды. Сейчас у них тариф снижен, насколько я знаю, 20 рублей это для обычных людей, 10 рублей для пенсионеров, для школьников и студентов 11 рублей проезд. Там, как в советское время, идет почасовая оплата труда водителей. То есть уже финансируется государством только через частников, через частный чей-то карман. Финансируется, да, частный, нет нормального хозяйского подхода. Здравствуйте, с вами программа «Народ хочет разобраться» и сегодня у нас в гостях Виктор Саньков, водитель общественного транспорта в Новокузнецке. Мы знаем, что с ноября, кажется, да, Виктор, в Новокузнецке прошлого года вступила новая система, при которой зашел такой большой один оператор регионального общественного транспорта. Взял очень много маршрутов, новые автобусы. И вот сегодня мы пообщаемся с Виктором о том, как организовано это в Новокузнецке, какие плюсы, возможно, какие минусы. И, ну, и, может быть, сделаем какие-то выводы по городу Барнаулу, ведь в городе Барнауле проблема с общественным транспортом – это одна из острейших, так скажем, проблем города. Вот, Виктор, расскажи немножечко, каким образом ты попал, может быть, в Новокузнецк, как происходит работа, если не секрет, сколько стоит там поработать водителем общественного транспорта, как это все устроено. Ну, хорошо понял. Здравствуйте, товарищи. Ну, с Новокузнецка я попал в конце января, хотя вот этот инцидент там с заходом вот этого федерального перевозчика в город Новокузнецк, это был еще, я видел в интернете, в ютюбе, в ноябре, в декабре. Ну, как говорится, толком не знал, что к чему. Ну, а потом так случилось, что в январе я здесь работал, на пассажирском транспорте, в январе я в середине примерно оказался без работы. Вот. И ребята, знакомые, которые уже там работали в Новокузнецке, с ними созвонился, узнал условия работы и поехал так, туда устроился. И практически с начала февраля я там работаю. Вахтовым методом? Ну, как бы не вахтовым методом. Там работаю на постоянной основе я. Вот. Вот. Ну, иногда отпрашиваю себя домой, в Барнову приезжаю. Вот. Там график свободный. Региональный перевозчик, федеральный я даже сказал бы, называть можно, да? Да, да. Это компания Питер Авто. Офис у нее в Ленинграде, в Петербурге. Вот. У них уже несколько городов, где они участвуют. В общем, насколько я информацией, значит, владею, есть какая-то федеральная программа по пассажирским перевозкам, там, как она называется, не знаю, муниципальный транспорт, что-то типа того. То есть, регион подает заявку на участие в этой федеральной программе, и при каких-то определенных условиях, если ему проходит одобрение, и вот потом заходит вот этот федеральный крупный перевозчик. Ну, что, как я простой водитель, могу сказать про работу в Новокузнецке? В общем, условия там хорошие. Хорошие, ну, если вот сравнивать с теми условиями, где я вот сейчас работал до этого в Барнауле, ну, какие там отличия? Ну, подвижной парк абсолютно весь новый. Это вот когда он зашел туда, этот оператор, да? Да. Он сразу же обновил весь? Он обновил весь этот подвижной состав. Автобусы практически новые. Сколько всего? Автобусов, ну, я такой информацией не владею. Ну, вот, ну, там штук 250-300 автобусов точно новых есть. А все автобусы вместимости? Все автобусы практически повышенной вместимости. Двух марок. Волга-Бас. Ну, это примерно, как вот наши автобусы, вот, как у нас по двадцатке, ходят по девятнадцатому. И еще есть такая марка КВЗ. Они чуть-чуть поменьше. Ну, тоже подпадают под большой вместимостью, потому что у них длина более десяти метров, одиннадцать метров КВЗ. Вот. Вот двух марок КВЗ и Волга-Бас. Автобусы, судя по названиям, как вы понимаете, отечественного производства. Вот. Ну, там технические характеристики у них прямо на высоте. Мы ставим видео сюда, наш с тобой диалог, да, КВЗ, есть съемки, Виктор, твои, да, автобуса, как там все это устроено. И там нет кондукторов, да? Да, там нет кондукторов. Вот, насколько я знаю, когда этот перевозчик заходил, у них был там какой-то конфликт с местными перевозчиками. Ну, там до этого была такая же система, как у нас сейчас в Барнауле. Несколько частных перевозчиков, за каждым закреплен какой-то определенный маршрут. Эти маршруты раз в году или два раза в год какой-то проходит тендер. Они вот так вот из рук в руки эти маршруты переходят. Но суть от этого не меняется. В общем, короче, как говорится, от перестановки слагаемых сумма не изменяется. Вот, там была такая же система, и эти перевозчики частные, они сопротивлялись, когда заходил этот федеральный, так сказать, оператор Питерафта. И поэтому там пассажиры местные тоже там чем-то были недовольны. Я не знаю, хотя чем там недовольны, там автобусы все новые. И у них была вначале даже такие акции, как бесплатные проезды. Они делали, я не знаю, сколько это длилось, но в ноябре у них прям были бесплатные провозы пассажиров. То есть пассажиры вообще ничего не платили. Как, можно сказать, такой небольшой коммунизм в отдельно взятом городе Новокузнецке. Но, правда, он был короткий. Недолгосрочный. Недолгосрочный, да. Вот это печально. Да. Но сейчас у них по сравнению с Барнаулом, можно сказать, социализм. Потому что они снизили, у них тоже были тарифы 25 рублей за проезд. Сейчас у них тариф снижен. Насколько я знаю, 20 рублей это для обычных людей. 10 рублей для пенсионеров, для школьников и студентов 11 рублей проезд. Ну, практически приравняли к пенсионерам. То есть нам-то так и не снились. Есть категории льготников, которые абсолютно вообще бесплатно ездят. Там, я не знаю, не только ветераны Великой Отечественной войны, как у нас пишут. Там какие-то инвалиды, каких-то групп. В общем, очень большая категория льготников. То есть по сравнению с Барнаулом там условия гораздо лучше для пассажиров. Ну, и новые автобусы, и дешевле. Пониженный тариф, да. Убрали кондукторов они, убрали кондукторов. Вообще кондукторов там нет. Там система, так сказать, на осознательности. Там около каждой двери находится прибор для оплаты. Так называемый валидатор. Оплата производится либо какой-то специальной транспортной картой. Опять же, есть транспортная карта пенсионера, транспортная карта школьника. Там еще какая-то. То есть заходишь, картой пикнулся и пошел дальше. Там зеленая галочка, что оплата прошла, и все. Либо обычной банковской картой можно прикладывать. Так же все происходит автоматически списание. Если у вас нет никакой карты, есть наличка, вы можете подойти с наличкой к водителю. У водителя такой небольшой терминал стоит. Прямо под рукой все это очень удобно. Часто приходят с наличкой именно? Ну, наличкой, вот исходя в конце смены, мы производим выгрузку. Выходит нам выгрузка, и мы видим сколько безнал, сколько нал. В общем, в среднем где-то процентов 25 проходит оплата за наличку. 20-25 процентов. А большинство по безналу. То есть, если, допустим, суммарная выручка, суммарная выручка 10 тысяч, то где-то 2 тысячи вот так за наличку. Насколько тяжело? То есть, отвлекаешься же от дороги, когда к тебе с наличкой подходят? Или каким образом? Кондуктора же нет? Кондуктора нет, но в принципе нам, барнаульцам, это не тяжело, потому что мы здесь привыкли, маршрутчики, как, знаете, вот, мем такой есть, маршрутчик, у него там, как это, у Будды там, у Криши, там, несколько рук, он и курит, и кофе пьет, и деньги расчет. То есть, практически, это вообще не тяжело. Хотя нам, как говорят, это надо на остановках там производить оплату. Ну, вообще не тяжело. Там берешь деньги, складываешь, все там, этот терминал там, набрал нужную клавишу, нажал, тебе билетик вышел, ты его оторвал. А, еще почему не тяжело? Потому что там все эти автобусы, они на коробках автоматах. А, ну. Да, коробки автомат, это очень удобно, это практично, это вообще идеально для городских перевозок, что ты постоянно, потому что получается разгон, остановка, торможение, опять разгон от остановки к остановке, и вот этот рычаг дергать. Но и автобусы все, я так понимаю, на газе. На газе, да. Автобусы все, прям с завода идут у них, у них двигателя приспособлены под природный газ, причем не пропан, который вот у нас распространен, пропан, бутановые заправки, а под сжатый газ метан, природный газ метан, вот который идет вот везде, вот по трубам, по этим, по желтым, как мы на это, там проблем с заправками нет. Ну и получается, сейчас же не только вот этот региональный, федеральный, как его назвать, этот перевозчик, да, работа на Укусницке, еще, ты говоришь, есть маршруты, которые остались обычными, частными, да, как они друг с другом взаимодействуют, или как у них происходит вот конкуренция, может быть, какая-то? Ну нет, конкуренции практически нет никакой, да, там осталось, я так, ну, на скидку, я так вот смотрю, ну процентов, может быть, 20, которые остались участников, по каким критериям, я не знаю, может быть, не хватило просто подвижного состава, ну вот, насколько я знаю, там один маршрут, вот там пазики ездят, да, вот. Стоимость там такая же? Нет, у них стоимость, кстати, 25 рублей осталось, и они с кондукторами ездят, и они с кондукторами, и вот даже есть такой, вот, как сказать, не знаю, не казус, но вот, такой есть такой маршрут, 345-й, вот на нем, на пазиках написано «Афганский маршрут», ну там то ли руководители бывшие афганцы, то ли что, вот ему, наверное, разрешили остаться, но у нас же в Питеравто ездит 345-й, который от Питеравто, и они вот идут прям буквально след, след идут, и как у них гонки, как бы, знаешь, никаких гонок нету, никаких гонок нету, я чуть позже объясню, почему гонок нету, ну вот, подходит пазик к остановке, он буквально на одну остановку впереди идет, и к нему так, то садятся люди, то не садятся, а подходит буквально с интервалом через минуту 345-й от Питеравто, вот этот новый большой автобус комфортный, и к нему прям валом, то есть в пазик никто не идет, ну, 5 рублей дешевле, в конце концов, а кому-то даже и больше, чем на 15 рублей, да? да, может быть, вот эта разница в цене, причем там вот как раз, по-моему, льготы не действуют, вот в этих пазиках, вот, ну вот, это раз, ну и само удобство ехать на пазике, или на новом автобусе, это, это, это тоже, думаю, имеет какое-то значение, насчет гонок, вот опять же, это все теперь касается, гонок никаких нет, вот, потому что система оплаты труда, то есть размер оплаты труда водителя, он абсолютно не зависит от каких-то сборов, от там, главная тема для себя, да, размер оплаты труда и система, да, мы переведены так в системе оплаты труда водителей, там, как в советское время, идет почасовая оплата труда водителей, то есть, независимо от того, сколько ты там собрал в кассу, вот, мне вот эта система, вот наша, извините, барнаульская, ну не только барнаульская, наверное, везде, я не заметил, на каком этапе произошла эта подмена, как мы и многие не заметили, когда подменились вот эти советские наши все социалистические устои, вот этим нашим диким капитализмом, да, в общих чертах, так же вот эта система, то есть, человек, водитель, выходит на линию, вот, отрабатывает там 12, 14, 15, 16 часов за рулем, и он не знает, сколько он понесет домой денег, то есть, это у него должно зависеть от того, как он, как он обгонит, как раз, да, своих конкурентов, другие маршруты, борьба за конкуренцию, туда-сюда, вот, причем, хозяину, он должен определенную сумму отдать, хозяин ничего не теряет, так сказать, хозяин маршрута, хозяин автомобиля, вот он сумму отдал, то есть, все риски несет у нас, у нас в Барнауле водитель, да, успел ты обогнать там своих конкурентов, не успел, вообще, твои проблемы, хозяин маршрута забрал все часть, и спокойно спит, а ты там, каким образом езди, там, обгоняй, то есть, бизнесмен себя полностью оградил, он получает свою фиксированную там оплату, так называемый план, все, свои там 4-5 тысяч рублей с каждого автобуса, грубо говоря, в день, все, а водитель платит за заправку, ну, я имею в виду маршрутки, я вот эти небольшие автобусы, небольшие автобусы не беру в расчет, а то, что осталось, там, там, 500 рублей у него осталось, или вообще ничего не осталось, или там, 2000, это как, как говорится, как фишка ляжет, как ему повезет, вот это он несет домой, а в Питер авто, там гораздо другая система, там, вот эта советская система, там почасовая оплата, есть фиксированная ставка за час, вот, отработал ты, допустим, можно озвучивать ставку? 300 рублей в час, 300 рублей в час. Это вот на Кузнецке 300 рублей в час. 300 рублей в час, ну, в среднем, человек, водитель работает 12 часов на линии, то есть, вот он, элементарный подсчет, 3600, я знаю, что я заработал, вот я отработал, там, 10 часов, я 3000, за смену я отработал, все. То есть, грубо говоря, в месяц больше 50 у водителей в Новокузнецке выходит? Ну, где-то, да, 50, вот, 50, 55, ну, там нехватка, кадровая нехватка, я не знаю. А почему, почему такая нехватка? Вроде, или там жизнь богача в Новокузнецке, люди, во-первых, зарплата там низкая для них. Хороший вопрос, да, хороший вопрос, там, когда Питеравто зашел, вот у них конфликт был, и у них очень было, в основном все были командировочные, им, они были вынуждены привлекать своих водителей, с Москвы, с Петербурга, там, еще с каких-то городов, ну, я говорю, у них нет много филиалов, вот, платить им большие там расценки, у них было 500 рублей час, плюс 1000 рублей командировочных, там люди зарабатывали неплохие деньги, за 100 тысяч, с хвостиком, вот, ну, задача, естественно, у них было, как можно больше привлечь местных водителей, чтобы снизить вот эти накладные расходы, вот, и сейчас, ну, они привлекают, но все равно, наверное, то есть раньше водитель больше получали на Кузнецке? Ну, командировочные, да, а потом они постепенно снижали, снижали, сейчас у них расценки вот 300 рублей, независимо от того, что командировочный, ты или местный. А сколько примерно вот на, там, маршрутов других получают на Кузнецке водители, по сравнению с, вот, с конторой вот этой Питерафт? На коммерческих, я не могу сказать, такой информации не владею, ну, наверное, не меньше, 50 тысяч, я так полагаю, иначе бы, они все бы уже переметнулись сюда, к Питерафту, просто, потому что Питерафта забрал 80%, так сказать, маршрутов, и людям все равно куда-то, как-то зарабатывать надо, на что-то жить надо, они поэтому переходят в Питерафта. А сколько у нас зарабатывают водители, ну, вот, примерно, можно какую-то цифру назвать? Ну, я не знаю, я исходя из своего, собственно, опыта, вот, из своего заработка, ну, примерно на уровне 30 тысяч, 30, ну, в лучшем случае. Стоимость проезда у нас идентичная, да, даже сейчас, сейчас даже, да, сейчас даже выше, на 25, на 20%, получают, ну, так, существенно меньше у нас водителей. Да. Существенно меньше, плюс нервные стрессы, плюс еще немаловажно, у нас водитель, ну, я опять же беру маршрутчиков, не беру вот эти большие автобусы, здесь я не работал, он и водитель, он и слесарь, он и кондуктор, он и мойщик автобуса. И на нем еще все риски, риски получения своей зарплаты или не получения лежат, это ясно, да. Фактически, вот он, роль бизнесмена такого упадает, риски берет на себя, он весь, а вот, а на самом деле, да, а там вот водитель, там вот водитель, чисто водитель, задача водителя, прийти утром, открыть капот, проверить масло, уровень масла, антифриза, все, если даже там какие-то пониженные уровни, он загоняет на так называемый питстоп, в простонародье, там специально обученные люди, выбегают, заливают тебе масло, заливают антифриз, все, водитель вообще там ни ключа, ни отвертки в руки не берет, он чисто вот рулит, ну и еще обелечивает. Ну, у нас получается такая немножечко какая-то сказка, да, про Давал Куздецк, мы тут расхваливаем их, может быть, поговорим и о каких-то других темных сторонах Луны, да, так как сейчас он только зашел, я так понимаю, вот есть определенные плюшки и для пассажиров, и для водителей, да, для привлечения, но как только он станет полностью монополистом в городе, я думаю, постепенно, постепенно будут урезаться и там льготы определенные водителям, какие вы сейчас имеете, вот что-то уже сейчас происходит такое? Ну, по сравнению, ну, как я уже сказал, когда они зашли в ноябре и они призвали командировочных, командировочным они платили 500 рублей в час, а местных они набирали 400 рублей, то есть изначально они местным платили уже меньше, меньше, но все равно зарплата была выше, изначально, чем сейчас, если 300 рублей в час. Потом они командировочным сделали с января 400 рублей в час, а сами командировочные суточные, так скажем, уменьшили до 700 рублей в сутки, вот, а местным они сделали уже 340 рублей в час. В общем, постепенно, постепенно, как только они укореняются на определенной территории, в любом случае, как бы урезаются определенные там... Сейчас в феврале они уравняли, уравняли местных и командировочных 300 рублей в час, командировочные суточные выплаты, суточные за сутки они вообще убрали. Но в любом случае, пока это, блин, практически в разы лучше, чем у нас в Барнауле, даже вот с той системой, которая происходит. Ну, лучше, да, по многим показаниям лучше, я уже сказал, что водитель, он не занимается всякими ненужными, там, несвойственными, там, ремонтами, мойками автобуса. Но, насколько я понимаю, система брутоконтракты там вот была внедрена, это, то есть, когда люди, пассажиры, оплачивая за проезд, переводят деньги напрямую в бюджет, да? Да, насколько я знаю, она переводит в бюджет города. Бюджет города, да. Город, соответственно, возмещает расходы на содержание вот этого большого парка автомобилей, вот этой компании, питерская, которая пришла. Но какая там разница между там больше и меньше, там, окупает бюджет города, в принципе, эту перевозку или не окупает, естественно, такой информации. Такой у меня информации нету, такой информации нету, ну, субъективно, думаю, нет. По большому счету, вот Питер Авто, там, новокузнецкая контора, она тоже себя полностью обезопасивает, да? То есть, у нее есть определенная норма прибыли, наверное, как-то так, да? Вот сколько она тратит на содержание маршрута, содержание там водителей, соответственно, техобслуживания транспорта. И у них есть норма, которая возвращается им вот из бюджета. Ну, как бы, они тоже риски-то особо из себя не несут, где там не будет не заползать, ну, то есть, не полное заполняемие, есть общественного транспорта. А вообще, насколько мне известно, в прошлом году город Перми, там, несколько миллиардов рублей таким образом понес бюджет города убытка, потому что не компенсировалась вот эта вот оплата проезд. То есть, люди не несли столько денег за проезд. И в любом случае это компенсируется из города, то есть, не будет построено там, например, два садика или одна школа за эти деньги в городе, но зато будет компенсироваться полностью норма прибыли той или иной компании. А как, на твой взгляд, ну, вот, есть коммерческая контора Петербурга, а почему бы не прийти и муниципальную контору точно так же не создать, да, и, соответственно, уже не какая-то там левая коммерческая контора будет иметь вот эту норму прибыли, да, а есть будет муниципальное предприятие большое, у которого будет 300 этих автобусов. Уже можно прибыль даже как бы не платить, а прибыль будет оставаться та же в бюджете города. Ну, я считаю, что, мне кажется, пассажирские перевозки, может быть, сейчас не совсем буду корректно отвечать вопрос, но мое, опять же, мнение, пассажирские перевозки относятся, на мой взгляд, к тому виду коммерческой деятельности, которая, может быть, даже не должна приносить прибыль, я так думаю. Инфраструктурная деятельность? Да, это инфраструктурная, это какая-то социальная обязанность, социально ориентированного государства, которая должна, социальная услуга, которую государство должно предоставлять своим пассажирам. И вот, и те деньги, те сборы, которые пассажиры приносят, там, в этом, в виде оплаты за проезд, они даже не обязаны нормальном государстве, на мой взгляд, какую-то прибыль баснословную нести любому, какому-либо бюджету. То есть, это как здравоохранение, как образование, это все должно финансироваться полностью из бюджета, как вот кружки какие-то, спортивные секции для детей. Ну, по факту сейчас и финансируется, только финансируется частная контора в Новокузнецке. Она же не за собственные средства купила этих 300 автобусов. Есть определенные государственные финансирования, программа определенная есть. то есть, уже финансируется государством, только через частников, через частный чей-то финансируется, да, частная контора. Вот я хочу сказать, что там, где мы сейчас базируемся, вот это Питеравто, там было большое ПТП-4, пассажирское автотранспортное предприятие, насколько я знаю, муниципальное. Пришел Питеравто, он вытеснил этих все автобусы, вот эти все, я даже не знаю, куда они вышли, куда их там, и металлолом разрезали, или куда, в общем, были какие-то, было какое-то муниципальное предприятие, были кондуктора, я даже не против кондукторов, потому что, чего там греха таить, у нас сознательность людей еще далека от идеальной, от социалистической, и не 100% оплачивают, даже вот заходишь по зеркалу, смотришь, вот, и вот, ну теряют, вот они, допустим, этот муниципальный бюджет, сэкономишь, вернее, зарплату 1000 рублей, там, или полторы тысячи, я не думаю, что кондуктору больше платят за смену, вот, но они теряют гораздо больше, вот, даже визуально, они в 2-3 раза больше теряют за счет вот этих безбилетников, хотя там периодически заходят, там контролеры, но все это эпизодических, то есть, нету нормального хозяйского подхода, то есть, нету нормального хозяйского подхода, это, ну может быть, потому что, как раз и Питер Авто, Питер Авто, ему не интересует наполняемость, ему главное перевести, да, на самом деле, а сколько там поступит денег в бюджет, это, как бы, дело уже совершенно диво, проще было тогда вообще бы сказать, вот мы вам, вообще, коммунизм, бесплатный проезд и все, да, но бюджет хочет городской из этого тоже что-то поиметь, ну, видать, я думаю, все-таки это планово-убыточное предприятие получается, хотя по большому счету, мне кажется, ну и должно, как бы, финансироваться, вот, это инфраструктура, социальная, так сказать, услуга, ну на этой, наверное, оптимистическая, так скажем, оптимистическая, нота, я хочу добавить, да, что я, как бы там ни было, при всех минусах этого, так сказать, частного производства, но он крупный перевозчик, там более высока безопасность движения, потому что нет вот этих гонок каких-то, нету нервов, для водителей это тоже, ну кондуктора, конечно, потеряли свои рабочие места, это минус, при нашей, так сказать, общей, так сказать, социологической ситуации, кризисе, люди потеряли, но в общем и целом, я хочу сказать, что если Питер авто придет в Барнаул, то я был бы, наверное, в числе первых, кто перевелся бы снова к Кузнецкой и побежал бы к ним сюда устроен. В общем, плюс есть, и он очевидный, это все-таки централизация, да, инфраструктуры этой, потому что отрасль, одна города, она должна едино управляться, да, но в принципе, как мы с тобой пришли к выводу, вполне возможно взять на себя роль муниципальной власти, да, какая-то такая муниципальная организация, которая точно так же может централизованно управлять всеми перевозками и абсолютно не привлекать со стороны никого, потому что и так, как мы понимаем, финансирование и так идет из государства, то есть все эти автобусы, все это новое, да, куплено. Абсолютно согласен, абсолютно согласен, ну, как говорится, было бы желание местных, так сказать, наших чиновников что-то сдвинуть с места, но пока желания у нас не видать. Ну, может быть, они посмотрят нашу сегодняшнюю передачу и желания появятся. С вами была, да, программа «Народ хочет разобраться». Виктор, спасибо тебе большое. Спасибо, что пригласили. До новых встреч. Всего доброго. Спасибо, друзья.